добрый день дорогие друзья с вами теле youtube канал два боковых сегодня у нас у нас в гостях микаил гусейнов и максим код смотрел гусейнов спортивный журналист максим пост бывший бывший вот совсем недавно свежий участник сборной команды украины мастер спорта украины и сам я егор клевак и мы обсудим немного скандал федерации бокса украины который возник начался он с того что в общем-то выступил участник сборной ярослав харциз и выступил огласил свои общем-то претензии его претензии по поводу финансирования он высказку роду коррупцию как на гору намекну которое происходит в сборной украины по поводу обеспечения приятными витаминами экипировкой и в общем-то просто такое человеческое отношение в общем-то ко всем спортсменам максим ты недавно буквально выпустил ты вот недавно еще стоял на ставке сборной украины как насколько насколько реальны в общем-то то что озвучил ярослав ну ярослав же озвучивал претензии не по поводу денег а того что неверно их распределяли то есть не не так как должно было быть то есть кто кто заслужил кто должен получать зарплату и так далее а и почему люди распоряжаются этими деньгами которые приходят со министерства распоряжаться как условно своими и росла в этом плане высказался что потому что он стал сам участником того что его зарплату на которую второй номер претендует на полную ставку его хотели располовинить вот поэтому тут с зарплатами все все в порядке всем выплачивать ребятам и так далее это уже ну как бы так всегда было вот но по поводу распределения тех самых зарплат это вот тут есть вопросы самой федерации и руководителям то есть опять же мы возвращаемся к не как тому к не справедливому распределению средств но с другой стороны кто должен отвечать за это все это сами спортсмены должны распределять себе зарплаты или это как то же быть нормировано или так на собрании должно определяться просто ярослав озвучивал позицию что в общем-то предисказали им сказали что определили на собрании но собрание никто не знал что вообще собрание проводилось вот так и есть вот на самом деле как бы вот эти вот перераспределение так далее должны участвовать непосредственно тренера сборной главный тренер тот же лоиский данный момент николаевич вот плюс также руководители и другие тренера должны участвовать в этом всем и сам президент я думаю не так конечно ему думаю слишком ну как хотя почему бы и нет он тоже должен интересоваться на самом деле что это такое то кто есть в данный момент какие спортсмены просто ну так получилось все сбросили на одного человека руководителя федерации он себе распределяет так знаешь это как ну кто удобнее кто ближе я не думаю что там интересуется у того же главного тренера по кому бы вы хотели из перспективных ребят дать полставки нет такого я думаю сейчас раньше было мне кажется что так было сейчас зрителям сколько примерно как говорят злые языки абсолютно неподвержденные слухи сколько составляет например зарплата полная ставка и половина ставки приблизительно абсолютно так вот среднем ну в среднем на гривны эквивалент это будет полставки в районе там пяти тысяч наверное это в доллара 200 долларов ну ну наверное больше больше может ну то есть там не заоблачные цены ты же понимаешь там все еще зависит от приближено к минимальной зарплате ну да вопросы по экипировки вот действительно вот так все все так как ярослав не придумал ничего смотри я с 2018 года попал в сборную снова как бы когда мы с тобой были ты помнишь как нас экипировали ну вот было все четко вообще по воду на носки даже выдавал вот о чем речь как бы и то в данный момент как бы был перед серьезными стартами чемпионат европейскими играми туда по моему выдавали как бы ребятам по первым номерам вторым я был тогда третьим мне даже кстати достались боксерки там вообще вопросов не было началось все вот до карантина как-то вот скажу тебе так мне за вот это время до чемпионата украины в одессе двадцать первом году мне мне размеры спрашивали раз шесть наверное ну и так у каждого сборника у всех спрашивали но в итоге нам ничего не выдали ну и я не буду говорить о том что но первым номерам повыдавали в тот момент когда они ехали на первен единство мира и так далее там выдали все понятно все справедливо но остальные то есть бы вторые третьи номера на тот момент я был вторым номером я представлял чемпионате на стран же 2021 году я тогда третьим стал и я выходил на награждение футболки своей футболки как бы но у меня не было реально знаешь какая футболка то что 2013 выдавали она была ну я как бы она уже не год на тот момент что на что как бы наши харьковские руководители были удивлены это почему ты выходишь в футболке своего там клуба который мне ну как в чем не выходить у меня не было на самом деле это просто связано с тем что тебя пляп менеджменте или это связано с может быть с каким-то с каким-то заинтересованность знаешь я думаю что они есть у них люди ряд боксеров за которыми стоят как бы определенные результаты знаешь вот есть у нас один лидер явный да и все на него как бы там все обеспечивается и там вопросов нет а остальные ребята ну вот достигните результата тогда и будем это правильный подход вообще ну грубо говоря президентом как бы ты всем бы распределала лидеру меньше или лидеру надо дать больше а например а всем остальным меньше просто действительно когда есть средства может быть действительно все кинуть на лидера помочь ему все-таки стать еще лучше а плохие пусть уже как говорится крутятся как хотят ну тогда должен это быть не командный вид спорта личный просто тогда на отпуск одного человека спонсирует здесь действительно своя шизофрения есть что в общем-то спорта по сути он личный здесь а условно он командный ну в команде понимаете просто каждый человек по своему воспринимает кого-то это может подстегнуть работать больше а кто-то скажет да ну блин если меня тут не обеспечивают я вообще уйду то есть тут в любом случае всех нужно в равной степени обеспечивать но если честно вот если подумать да сколько сейчас весовых категорий 10 до уже стало уже сбился со счета больше даже если а уже воздаст даже нет три номера в каждой категории 39 человек я не думаю что тут вопрос каких-то откатов потому что когда идут откаты это солидные цифры там шестизначные даже в украине ну кому на 39 людях интересно нажиться я думаю это какой-то косяк менеджмента скорее все таки ну я тоже так думаю скажи а вот как обстоят ну ты вот недавно совершенно был да на международном соревновании как состоят дела в других спорных причем там есть сборной россии сборной франции сборной англии сборной польши и сборной латвии каких-нибудь как у них собстается экипировка они все в хорошем все в новом все все в своем или ты знаешь да да все самое интересное они в экипировке полностью своей своего государства то есть которое есть я ну и даже берем не такие серьезные как бы ну не то что серьезные как бы очень сильные такие да государства где казахстан узбекистан где боксеры сейчас показывают очень хороший результат косово знаешь таких вот косово ребята все равно в спортивную мы должны признанная республика ну вот вот настолько но они даже на чешская республика то есть также не очень большое да государство вот и они все как бы в костюмах снаряжены ну вот у них снаряжение есть то есть по твоим оценкам лучше была экипировка чем в украине ну ты знаешь до какого-то момента я вот я не буду как знаешь как жаловаться там просто шоу у меня просто не было лично мне ее не выдали но наверное у меня не было того результата который знаешь я не лидер был я не первый номер вот поэтому как бы о чем мы говорили что вот как перед деньгами нужно обращаться все лидеру или же на всех распорядить тут я такой момент что лидеру лидер естественно достоин для того чтобы было у него больше это для этой мотивации остальным чтобы они видели для чего он работает но и упускать также остальных ребят нельзя из-за того что типа ну вот мы своему а вы ну как хотите я просто хочу свои пять копеек ставить что это может быть особенности нашего менталитета потому что у меня есть возможность сравнить например с обуворными так сказать сборными да и мы скоро надеюсь мы сделаем с одним участником сборной из америки так вот там например никаких вторых третьих номеров ничего этого нет есть первый значит ты выиграл вот сейчас конкретно ты получил ты едешь никаких зарплатах никаких но на ничего речи не идет ты все делаешь за свой счет ты выиграл вот и едешь вот когда ты едешь тогда там тебе может государство что-нибудь поможет но вот эти там как-то сбор сборы есть но ничего близко стоит не как у нас то есть никаких номеров никаких первых вторых никто никому ничего не помогает то есть ребята тренируются и ребята вместо того чтобы там 3-4 тренировки в день право и не проводят для тренировки день свои они еще и работают есть какая-то своя профессия и не по этой профессии то есть они там потренировались пошли отработали значит пошли оттренироваться опять например есть такой интересный пример боксера джоу джоу смита который закончил кирилл хопкинса то есть мама нам извести на этом он очень сильно здесь например до сих пор работает в строительной компании то есть несмотря на то что все титулы все это он как бы совмещает и тренировки и и работу и казалось бы ну нам понять как такое совместить невозможно но оказывается я тоже не знал как такое возможно но оказалось что возможно и в общем-то все по поводу других претензий тоже хотелось бы немного разобрать просто вкратце например он харци сказал что нет вообще никаких сборов в горах перед крупными турнирами это сильно вы никогда не ездили это правда мы в 2019 начале 19 поехали в коломы и вот это как бы недалеко это имано-франковская область это недалеко как бы там от буковели пару часов вот мы были там девятнадцатом году нет у ребят были еще потом выезды но опять же вот этот девятнадцатый год еще были выезды там сборы в грузию были по моему них но я вот так но сборов вот за последние два года вот даже у ребят перед олимпийский год который все было в конче за спина это правда ну как как есть то есть мы ехали только в конче за спина сбора ну а база база очень очень хорошая база вообще там все все что нужно но как бы если брать по поводу горных гор так далее горных гор поэтому тут да у нас ездишь база в тисовце ты сам там был неоднократно знаешь хотя подожди но это какой-то ком-то году ну да то есть это до вот этого карантина как бы было были вы еще выезды но потом да вот перед олимпийский год вообще не под кроме кончиться можно может быть мы можем предположить что это связано с положением вообще финансирование сипоксов государства я думаю да я думаю это скорее всего с этим так и связано потому что киев как бы ну наверное какие-то может уступки или что я вот этого не знаю но вот факт остается фактом как бы тут я ли прав был и скажи вот последняя вещь который хотелось бы обсудить наверное не столько вообще по претензию просто шел нас в украине и первые номера получают и вторые номера получают и третье номер получают и в общем-то уже не получает 3 уже я уже не получаю говорят что к тому что в общем вот хорошие ребята им надо помогать но если другая позиция если это зачем вот еще помогаете молодым здоровым которые могут работать и тренироваться может быть лучше помочь бабушкам помочь построить новые скамейки вложить как у нас любят пенсионеров там помочь то есть а как как вот ну вот как оно лучше что я например не знаю то есть раздать пенсионерам или раздать сильному чтобы он стал еще сильнее или раздать пенсионеру значит помочь слабому вот есть хорошее выражение есть хорошее выражение как бы сильные времена порождают слабых людей знаешь такое да и и также наоборот то есть когда сильный сильных людей могут сделать только сильные сложные времена вот тут такой момент ребята все равно будут добиваться результата но какой он будет на международных соревнованиях это уже с этим сложнее чтобы выступать в качестве лидеров в другие ну то есть на международной арене там недостаточно будет после смены какой-нибудь работы не важно да сейчас же очень много сфер деятельности не так как раньше эх на заводе отпахал и пошел потренировался у меня есть один знакомый который я после смены приходил тренировался я мастер спорта там ну и что внутри года ты так но это же ресурс человеческий тогда просто это не долгосрочное как по мне то есть спортсмен тогда просто быстро перегорает то есть не хватает восстановиться пока молодой он свой ресурс использует максимально а потом нашу потом дальше не неважно правильно результат же зато и зато есть профессия ну да профессия есть да нравится она ему или нет просто смотрят напомним что в общем тогда у нас боксеры получают минималку и то есть это минималка работа с боксер просто получаешь тренироваться это я сейчас говорю это говорили про то чисто чистую знаешь вот когда ты не достиг там какого-то высокого результата когда у тебя более высокий там уже ребята действительно ну конечно да тут и честно скажу тебе вот точно так же как обсуждение по поводу ну а чё то им еще и зарплату платить за шо знаешь как некоторые вот большинство людей так и скажет типа за шоем что они сами себе в кайф тренируются и так далее вот тут вообще надо это хорошо что у нас государство помогает что у нас есть такая возможность но мы всегда сравниваем почему-то с другими там где там где вообще ничего не платят а давай лучше сравнивать с теми где платят и где платят очень большие деньги казахстан да казахстан например я хотел сказать по поводу узбекистана я общался с дмитрием юном а сейчас уже в профи боксирует сша и он со сборниками с узбеками работал когда они в рио 3 золота по-моему они и короче и он мне говорит ты знаешь что за за них завозили там чуть ли не не миллион долларов а вот отдельная история да и я такой ну а как бы понимал что у меня есть коррупция но чтобы по миллиону долларов за не заводили он говорит да там помогли имели кузиева помогли но он серебро помогли то есть да там где есть деньги там в любом случае есть результат но мы недавно общались вот с интервью с моим силахом он говорил что ему за путевку загадывали всего слов в общем-то 300 300 тысяч долларов до 300 тысяч и мы не дали и друг у него магическим способом нашли допинг ну конечно вот да пожалуйста это да вопрос а нужно ли она так или не нужно вот так то есть что лучше вот такая наша социальная система когда ребятам помогают или лучше например там американская стима когда не помогает но ребята идут с профи делает шоу хочешь боксировать ну так и зарабатывай сам знаешь собственно но на этот на этот вопрос мы не будем отвечать вопросы риторические ответа нету как лучше сто процентов на этой на этой теме пока все ребята не ругайтесь надеюсь лучше коррупции вы один вопрос по харциза у меня был почему он сейчас решила поднять эту тему резко вот так может поэтому ну может быть с выборами федерации бокса но и на может быть выступление да что не признали легитимными как бы выборами продюсом возможно но я думаю что это еще связано с тем что ярослав ведет активно свою социальную жизнь как бы себе свою страницу как бы он просто стал очень в лента прям загружена всеми видео мотивации ну я думаю что ему стало это интересно и он увидел что наверное таким способом он сможет обратить на себя внимание это и ну так и произошло как бы интернет немножко это репутацию все таки но если ничего не поменять на сборной то место сборной может закрыта по я думаю есть как бы да возможен такой момент что будут ему как бы камни бросать игра в банк то есть может может так а может так если он спортсмен который будет выступать и боксировать то есть там правда неправда и он будет добиваться победы ну как бы правда всегда восторжествует а все остальное как бы как каким способом могут пытаться убрать я думаю его не смогут уже на данный момент потому что он довольно таки хороший спортсмен его будет тяжело убрать просто так никто его не уберет ближайший год так сто процентов это точно потому что пожелаем удачи да это точно желаем удачи надеемся что все конфликты разрушиться у нас если у нас есть коррупция спорте то и не будет главное чтобы прислушались понимаешь вот грамм деле что на канал было интересно на этой теме пока все спасибо вам дорогой друзья сам был его плеваком и максим кодз всех благ